Современные правила этикета налагают строгий запрет на тыканье указательным пальцем в сторону какого-либо человека или предмета. Такой жест считается неприличным, хотя кажется нам наиболее естественным. Маленькие дети, далекие от бытующих в обществе условностей, именно с помощью указательного пальца акцентируют внимание на том, что их интересует. Взрослым же людям так вести себя не подобает. Так откуда же взялся этот странный запрет, чем аргументирован и насколько глубоки его корни во времени? Указывание пальцем очень характерны предупреждающие жесты. В прошлом он имел только одно значение – угрозу. Норма, налагающая запрет на тыканье пальцем, была сформирована в обществе более четырех тысяч лет тому назад. И произошло это в Древнем Вавилоне. На знаменитом памятнике Вавилонского царства Стелли с кодексом законов царя Хамураппи было зафиксировано наказание за такое вопиющее поведение. Дело в том, что в древности указующий перст символизировал направленное на человека оружие – копье или стрелу. Если мужчина показывал на кого-то пальцем, он таким образом прямо угрожал этому человеку. А за подобные действия нужно было отвечать. Так что тыканье пальцами друг в друга нередко заканчивалось кровопролитием. Кодекс Хамураппи был призван унифицировать правовые нормы и ввести порядок в жизнь древнего вавилонского общества. Вот по этой причине опасные вольности типа показывания пальцем облагались штрафом. Законы вавилонского царя носили казуистический характер, то есть были изложены в виде описания частных случаев. Так, за выбитый у другого человека зуб полагалось заплатить своим собственным зубом за укрывание раба своей жизни. А неуместно используемый указующий перст, да, он самый могли и отрезать. В том случае, если у виновника не было денег на оплату штрафа. Законы древнего вавилонского царства вобрали в себя древнейшие родоплеменные правила были достаточно суровы и соблюдались беспрекословно. Последней инстанцией для рассмотрения сложных случаев был сам царь. Естественно, не каждый смертный мог лично обратиться к столь высокому судье. С бедняками и рабами разбирались на местах быстро и жестоко. Так что страх перед законом каждым гражданином Вавилона, можно сказать, впитывался вместе с молоком матери. Интересно, что кодекс Хаммураппи был написан еще в 1750 году до нашей эры. А показывать пальцем неприлично до сих пор. И тем не менее, многие, даже очень известные персоны, нередко пренебрегают таким правилам этикета. Причем публично, хотя не будем указывать пальцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова